Библейский портал экзегет.ру представляет Всех вас приветствую на портале Экзегет. Мы продолжаем с вами разбирать послание апостола Павла к Коринфянам и переходим уже к предпоследней 15 главе. Эта глава в основном посвящена проповеди воскресения Христова и доказательству истинности воскресения Христова. Давайте с вами попробуем ее начать и немного прокомментировать ее. Апостол Павел пишет в первом стихе, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Апостол Павел обращается к этому, к этой мысли еще раз, еще более ярко в послании к Галатам, когда говорит, что «если и ангел с неба придет благовествовать вам не то, что благовествовали мы, то да будет анафема». Дело в том, что среди Коринфян, как мы уже с вами сказали, существовало много людей, смущающих эту любимую апостолом Павлом паству. И, соответственно, из-за этих смущений происходили разделения в коринфское общение, из-за этих разделений были вопросы касательно употребления той или иной пищи и так далее и тому подобное. То, о чем мы говорили в предыдущих главах. И, наверное, очень важным и основополагающим догматической проблемой в коринфской общине это была лжепроповедь о ложности воскресения Христова. Итак, а что же за Евангелие, что же за благую весть апостол Павел преподал коринфянам? «Ибо я первоначально преподал вам то, и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, обратимся к этому блоку стихов. Первое. В третьем стихе апостол Павел говорит, что он первоначально преподал то, что сам принял. На этот стих ссылается догматическое богословие православное в подтверждение правильности взгляда на священное предание, на ту традицию церкви, которая могла быть не зафиксирована в письменном виде, но которая передавалась с помощью Писаний Святых Отцов, с помощью проповеди апостолов. Ведь мы с вами очевидно понимаем, что апостол Павел проповедовал не только в контексте своих посланий. Послания были лишь письмами, в которых он обозначал основные моменты, основные проблемы, предлагал пути их решения. Основная же проповедь апостола Павла, естественно, заключалась в его устной речи, в его деятельности среди тех церквей. Живя среди этих христиан, он и своей жизнью, и своим словом наставлял их и учил их вере. Нужно также обратить внимание на то, что целый ряд мужей апостольских, то есть людей, которые несли свое служение христианской миссии, буквально в самый ближний период к апостольскому, и зачастую лично знали апостолов, они говорили, что апостолы заботились больше об устной проповеди, нежели о письменной. Письменные же памятники, которые достались нам с вами с эпохи апостольской, а это Евангелие, послание, апокалипсис Иоанна Богослова, то есть весь блок Нового Завета, это более позднее написание. Почему? Потому что в первую очередь была устная проповедь, как было сказано выше. Итак, Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Здесь апостол Павел отсылает к некому Писанию. А что же для апостола Павла было Писанием? Ведь в этот период еще, скорее всего, не были написаны евангельские тексты. Это отсылка к Ветхому Завету. Мы с вами знаем много приведенных даже Господом Иисусом Христом в Евангелии слов, которые подтверждают истинность воскресения. Так Христос говорит в ответ на просьбу о знамении, что единственное знамение дастся роду сему, знамение Ионы Пророка, который был в очреве Китове три дня и три ночи, так и Сын Человеческий прибудет в очреве земли три дня и три ночи. Одно из сложных мест Священного Писания, но все же Христос отождествляет свое погребение и трехдневное воскресение с событиями, связанными с историей Ионы Пророка из Ветхого Завета. Умер за грехи наши по Писанию. Пророк Исаия очень ярко показывает, очень ярко описывает события последних дней Страстной Седмицы, распятия, смерти Господа Иисуса Христа. Псалтирь, именно тот псалом, который начинал Господь говорить на кресте, «Боже мой, Боже мой, вон Мимевскую оставил Мейси». Это тоже псалом, показывающий смерть Господа Иисуса Христа. Соответственно, все, что мы с вами видим, является исполнением пророчества Христе. Более того, в Евангелии от Луки мы читаем с вами о явлении Иисуса Христа по своему воскресению Луке и Клеопе. Двум ученикам, которые идут в селение Эмаус, насходящиеся в 60 стадиях от Иерусалима. И там Христос говорит о несмысленное и косное сердцем. И дальше Он говорит о том, что о Христе, о Его страданиях и воскресении говорили пророки, говорили Писания. Неужели они об этом не знают? Неужели они не смогли сопоставить в своем сознании эти два факта? Далее апостол Павел приводит явные доказательства истинности того, что Христос воскрес. Что Он явился на Кифе, потом двенадцати, потом явился на более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился на Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Вот этот блок стихов стоит отдельно прокомментировать. О явлении Господа Иисуса Христа Петру мы с вами знаем из Евангелия. Также мы знаем, что он являлся двенадцати апостолом. Мы с вами читали об уверении Фомы. Мы с вами читали разные места из повествования о воскресении Господа Иисуса Христа и о его явлении апостолом. Но вот явление более, нежели пятистам братьев в одно время, мы с вами не находим на страницах Евангелия, а находим только в послании апостола Павла Коринфина. Толкователи считают, что это можно отождествить с Галилея, с явлением Иисуса Христа в Галилее. Именно там Христос явился какому-то большому количеству своих последователей, какому-то большому количеству людей, которых апостол Павел называет братьями. Это явно не те, кто ратовал за распятие Господа Иисуса Христа, а те, которые видели в нем действительно Мессию, видели в нем, может быть, на тот момент еще великого пророка. Но воскресение Христова, в котором они уверились благодаря этому явлению, помогло им впоследствии, по всей видимости, стать достаточно популярными людьми. В хорошем смысле этого слова. Если апостол Павел приводит этот пример, значит, их проповедь слышна была даже в Коринфе. Значит, эти люди занимались миссией христианской. Далее. Потом явился Иакову и также всем апостолам. О каком Иакове здесь идет речь, мы с вами сказать доподлинно не можем. Может быть, это апостол Иаков, брат Господень. На этом сходится большинство экзегетов. Почему? Потому что Иаков был из тех братьев, из родственников Господа Иисуса Христа, которые не видели в нем Мессию. Мы с вами видим на страницах Евангелия, что родные люди, братья Господа Иисуса Христа, двоюродные братья, точнее, даже, наверное, сводные братья, они не видят Иисуса Христа, они не шествуют за Ним, они не включаются в число 12. Иаков становится апостолом только по воскресении Иисуса Христа. И может быть, именно к этому отсылает нас апостол Павел. Так же всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Слово «изверг» в сегодняшней русской речи имеет крайне негативный оттенок. Естественно, в греческой речи тоже примерно такой же. Но нужно сказать, что дословно можно перевести на русский язык как «и мне, как некоему недоноску». Апостол Павел сравнивает себя с недоношенным младенцем, который явно менее силен физически. Он меньше, нежели братья, те, кого он перечислял, которые видели воскресшего Господа Иисуса Христа и которые не были гонителями церкви, в отличие от апостола Павла. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божию есть им то, что есть им. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». По всей видимости, апостол Павел спустя даже многое время и спустя большое количество приведенных им к церкви людей, все равно совесть его упрекает в том периоде его жизни, когда он был гонителем церкви. Наверняка он сожалеет о том, что не смог прийти ко Христу раньше. И это мы видим из данного контекста. Он почитает себя меньшим из апостолов, именно потому что он когда-то гнал церковь Божию. Далее апостол Павел не приписывает самому себе пришествия к Богу. Он не себе приписывает то, что он стал христианином, то, что он стал апостолом. Он приписывает это исключительно благодати Божией. Это урок подлинного смирения для нас с вами, для христиан. В отличие от коринфян, которые величались своими учителями, духовными наставниками, апостол Павел совсем другого сорта, совсем другого порядка. Его смирение показывается именно здесь. Он называет себя по сравнению с другими апостолами самым меньшим. И даже не достоин, по его мнению, называться апостолом, потому что когда-то гнал церковь Божию. И потому что не он приложил усилия, но благодать Божия, действующая в нем, привела его к данному лучшему состоянию. Дальше он говорит следующее. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. О воскресении Христовом апостолы абсолютно единогласны. Да, между ними могли быть какие-то трения и споры, о которых мы с вами читаем в других посланиях. Например, спор апостола Павла и апостола Петра по поводу вкушения вместе с язычниками, по поводу действия апостола Петра, который боялся с язычниками есть после того, как пришли некие иудеи. Да, именно потому что между апостолами не было в некоторых вопросах единения был апостольский собор в Иерусалиме, решающий вопрос об обрезании. Но в вопросах воскресения, распятия, смерти и воскресения Господа Иисуса Христа апостолы абсолютно едины. Именно этим критерием, быть свидетелем воскресения Христова, избирался апостол Матфий перед Пятидесятницей, что описано в Деяниях Святых Апостолов. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, так как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Итак, почему апостолы сначала посылаются Господом Иисусом Христом для проповеди в иудейских селениях, и лишь потом они отсылаются Иисусом Христом для проповеди по всей земле? Именно на том основании, что до воскресения Христова не было такого прочного основания, такого прочного фундамента, который бы мог действительно уверить язычников в истинности проповеди. На тот момент проповедь апостолов заключалась в том, чтобы открыть народу Израиля Мессию, того, кого они долго ждали, того, на котором исполняются пророчества Ветхого Завета. А сейчас, когда они уже идут с благовеснованием о смерти и воскресении Иисуса Христа, тогда они интересны язычникам. Их проповедь может распространяться дальше, их проповедь может масштабироваться до размеров всей Вселенной. Вселенной в плане того, как это поменялось их современниками, ойкумены, то есть той территории, на которой живут люди. Так вот, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна, то проповедь апостолов тщетна. Что значит тщетна, пуста, неактуальна, не нужна? Если Христос не воскрес, то, дорогие друзья, и мы с вами не воскреснем. Если Христос не воскрес, то нет никакого смысла нам с вами следовать за Ним. Ибо тогда Христос был просто одним из проповедников иудейских, отвержены иудейским обществом, и по мысли закона проклятый Богом, потому что проклят всякий, висящий на древе. Но воскресение Христова делает вопрос совершенно иным. Именно по воскресении Христовым мы с вами понимаем, что Христос — это нечто иное. что Христос является действительно Словом Божиим, действительно Богом, Богочеловеком. И Он жив. Это очень важный момент. Мы поклоняемся не усопшему, мы поклоняемся не тому, который ушел в смерть, но тот, который из смерти стал начатком жизни. Как бы пафосно ни звучали эти слова, но все же это основа нашей веры. Именно воскресение Христово. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее человеков, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Достаточно большой и интересный блок рассуждения апостола Павла. Законно Моисеевым лжесвидетельство запрещается и приравнивается к статусу греха. Лжесвидетельство — это не просто вранье. Лжесвидетельство можно соотнести с судом, на котором на ближнем возводится какая-то клевета. Неправда, напрасленно. Но еще более тяжелым грех будет, если я лжесвидетельствую на Бога. И вот апостол Павел здесь дает нам некую такую гиперболизированную формулу. Если нет воскресения Христова, то мы стали лжесвидетелями на Бога. Мы были плохими, мы были во грехе, но стали еще более грешными, потому что дерзнули лжесвидетельствовать на Бога. Дальше. Если мертвые не воскресают, если самого вообще понятия воскресения мертвых не существует в жизни этого мира, то и Христос не воскрес. Но самое главное, не просто наша вера тщетна, но и мы остались во грехах, мы не искуплены Его кровью. Мы оказались снова тогда в Ветхом Завете. Более того, умершие во Христе погибли. Люди, которые приняли Христа и надеялись на будущую жизнь и на воскресение из мертвых, не могут больше ни на что надеяться. И мы, как их близкие, родственники, любящие их, тоже не можем ни на что надеяться. А это значит, что и вера наша тщетна, и надежда наша тщетна, и любовь наша пуста, потому что мы не сможем ничего реализовать в ней. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Потому что надежда на Христа предполагает действия, предполагает, что мы с вами живем во Христе, живем по Его заповедям, а если нет Христа, нет воскресения из мертвых, что Христос умер, просто был хорошим проповедником, проповедником истины, то в таком случае мы с вами действительно несчастнее всех человеков. Потому что мы не будем наслаждаться никакой жизнью. Все это будет бессмысленно и пусто. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первенец еще можно перевести как начаток и соответственно соотнести это с традицией иудейской принесения первого снопа, начатка, урожая перед жатвой, принесения его Богу. И вот Христос первенец из умерших. Первенец, кто родился из гроба. Эту интересную формулу выводит нам и православное богослужение. А также, конечно, апостол Павел в своих посланиях. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии его. Итак, Адам — это начало мира. Адам — это первый человек, которого сотворил Бог. И вот через Адама во весь мир, в весь род человеческий входит грех. А Христос — это второй Адам, который реализовал те задачи, которые ставились перед человеком, перед первым человеком и перед людьми в принципе. Христос — это совершенный из людей, совершеннейший. Совершеннейший — это значит, что он исполнил ту цель, которую Господь ставит перед своим творением. Христос соединил в себе божественное и человеческое. Христос соединил в себе материальное и нематериальное, духовное. И дальше апостол Павел говорит о воскресении из мертвых всеобщим. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, «Потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Итак, обратим внимание на рассуждение апостола Павла о втором пришествии и о жизни будущего века. Во-первых, некоторые считают под данным текстом, уверяются в некотором таком древнем, древней ереси, древнем лжеучении о тысячелетнем царстве Христовом. Подразумевая, что тысячелетнее царствование Христово это тогда, когда воскреснут все христиане, все святые воскреснут, царствовать будет Христос как политический деятель, как царь всей земли. И после этого, через тысячу лет, уже тогда будет полностью низвержен сатана, и все войдут в Царство Божие, будет всеобщее воскресенье. Однако православное богословие отринуло эту идею, эту манеру толкования подобных этому тексту текстов, и посчитало, что тысячелетнее царствование Христово это сегодняшнее время, когда действительно в христианах царствует Христос, когда в нашем мире действительно есть Христос. Он есть в своих последователях, Он есть в своей церкви, в таинствах. Но по прошествии длительного времени, по прошествии уже вот две тысячи лет прошло, может быть пройдет три тысячи лет, когда закончатся дни этого мира, и когда Христос воцарится полностью, когда Бог будет все во всем, когда Бог будет самой главной, единственной ценностью этого мира, когда действительно счастье людей будет реализовано вполне, и начнется эпоха уже восьмого дня, закончатся таким образом дни, день седьмой. Последний же враг истребится смерть. Не будет смерти. Это очень важная проповедь, потому что любое поколение людей, любой вообще человек так или иначе смерти боится. Мы можем с вами сказать, что я верующий человек, и я не боюсь смерти. Но это, скорее всего, будет лукавством, потому что тогда, когда она станет при дверях, когда она действительно будет очень близко, и мы будем ее осязать, то в таком случае страх все равно нас посетит. Это будет естественное физическое ощущение, психологическое. Это наше тело будет бояться смерти, как чего-то неизвестного. Наша душа будет бояться смерти, как чего-то неизвестного. И, кстати, для христиан, может быть, смерть страшнее, нежели для атеистов. Потому что для атеиста что? Крышкой гроба закроется весь мир. А для христианина он понимает, что его ожидает жизнь вечная, его ожидает встреча с Богом. А в Писании написано, страшно впасть в руки Бога живаго, страшно с ним встретиться, потому что мы с вами все не можем войти в суд с Богом и победить. Бог все равно одержит победу над нами. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего же крестятся для мертвых? Что значит креститься для мертвых? Дело в том, что, я думаю, все прекрасно понимают, что крещение в эпоху апостола Павла немножко отличалось от того крещения, которое происходит сейчас. Крещение новых членов христианской общины было большим торжеством для всех. Более того, мы с вами понимаем, что уже начинаются гонения на церковь, это раз, а во-вторых, христиане просто умирают от старости, от болезни и так далее. И вот вместо них приходят новые члены. Тем самым церковь не умирает, а наоборот расширяется. И вот зачем же крестятся те новые христиане? Какой смысл, если вы не веруете в воскресение Христово? Это некий диспут с ними, это приведение некоторых таких тезисов от обратного, когда апостол Павел задает вот эти риторические вопросы, на которые даже не надо отвечать. По крайней мере, ответ всегда будет очевиден. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том, похвалую вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашему. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Эти слова апостол Павел приводит из Пятикнижия Моисеева. Это слова маловерных иудеев, которые боятся пустыни, которые понимают, что их ждет в этой пустыне смерть, и что нужно насладиться веком этим, чтобы просто насладиться, просто иметь возможность хотя бы здесь почувствовать себя счастливым. Но Христос обещает нам счастье в будущем. Христос обещает нам, что да, здесь мы не найдем полноты счастья, мы можем к ней приблизиться, но не найдем ее полноту. Но Он нам ее подарит, когда мы будем Ему верными. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это выражение апостола Павла из Первого послания Коринфянам стало крылатым. Дурные сообщества развращают добрые нравы. О чем же здесь говорит апостол Павел? Если мы воспринимаем это в контексте, а не отдельно от него, то понимаем, что вот эти сообщества отрицающих воскресение мертвых, людей, по-видимому, считающих себя более интегрированными в некое знание, некое объяснение христианства, может быть, так называемая псевдоинтеллигенция коринфской общины, это они говорят о том, что воскресения не будет. Это некие, наверное, предки, интеллектуальные предки-агностиков, которые не видели воскресения мертвых, не доверяют свидетелю воскресения мертвых, и поэтому не верят в него. И среди них могут быть самые прекрасные люди, самые прекрасные друзья, но худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. Люди начинают дружить с другими, которые могут нанести большой урон нашей духовной жизни, всегда думая, что мы с вами сможем их исправить, всегда думая о хорошем. Но очень часто это оборачивается большими неприятностями. К сожалению, эти неприятности и это изменение в себе и развращение мы с вами будем осознавать лишь после, не сразу. Тогда, когда это развращение достигнет определенного уровня, и нам придется много потрудиться, чтобы вернуться к предыдущему. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Слово «знать», слово «познать» не всегда связано с каким-то умственным состоянием. Знать Бога — это иметь с Ним определенное общение. Я могу знать об очень многом, но не иметь глубинных связей. И вот их Господь, точнее, апостол Павел говорит как раз-таки о неких глубинных связях с Богом. И немногие коринфяне достигли их. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел здесь задает два самых, видимо, популярных вопроса для коринфской общины. Как воскреснут мертвые? На это он отвечает в 36 стихе. Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Все очень просто. Посмотрите, иными словами, на сеющего семя. Пока оно не падет в землю, пока оно там не умрет, не расцветет растение, не выйдет из него жизнь. Святитель Игнатий Брянчанинов в 19 веке предлагал для размышления воскресений мертвых сад во время зимы, когда деревья не отличаются друг от друга, мертвые и живые. И лишь весна показывает, что это дерево уже высохло, а это дерево будет еще расти дальше. Далее он отвечает на второй вопрос. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Итак, давайте обратим внимание. Семя не похоже на растение. Мы с вами не сеем маленькое растение, мы с вами сеем семечко. Оно похоже на что-то сухое и абсолютно безжизненное. Но из этого сухого семени произрастает жизнь, произрастает живое растение. В этом семени заложены потенции этого растения. Так и здесь. Сегодня, умирая, мы с вами тленные. Мы с вами будем превращаться в прах. Так или иначе. Притом очень быстро. Это очень промыслительное действие Божие, чтобы мы с вами живые видели на примере наших умерших, каким образом и как быстро человек становится частью этого физического мира, как быстро он разлагается, как быстро его земная красота и благолепие превращаются в нечто неприятное и отталкивающее. Но в воскресении мертвых мы с вами произрастимся, как эти семена. Каждый по промышлению Божию в тело. Далее апостол Павел очень интересную проводит аналогию с тем, что воскреснем мы в разной степени славы, в разной степени достоинства. Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, звезда от звезды разнится во славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении и восстает в нетлении. Сеется в уничижении и восстает в славе. Сеется в немощи и восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Итак, удивительная аналогия, которую приводит апостол Павел. Удивительно, каким образом он литературно это красиво описывает. Сеется в тлении и восстает в нетлении. Здесь можно вспомнить проповедь апостола Павла в Ариапаге, Когда он начал говорить о воскресении из мертвых, в тот момент ему ответили, что послушают об этом позже. И лишь немногие люди последовали за апостолом Павлом, чтобы слушать его проповедь далее. Среди них был такой известный учитель церковный, как Дионисий Ариапагит. Так вот, апостол Павел, говоря о воскресении, почему ввел в смущение ученейших мужей и философов античности, находящихся в тот момент в Афинах, в форуме, в Ариапаге? Почему? Дело в том, что сразу вспоминается очень популярная тогда философия, выраженная в очень емком греческом выражении «сома-сима» — «тело-гроб». Это значит, что наше тело при нашем общечеловеческом опыте болеет, страждет, умирает, требует, чтобы мы его напоили, накормили, одели, согрели или, наоборот, охладили. Так вот, наше тело предоставляет нам множество различных неудобств. И что же это нам дает? Мы не хотим восставать в то же самое тело, мы не хотим снова сталкиваться с этими неудобствами. Тело требует сна, тело требует отдыха. И поэтому, конечно, мыслители видели в том, что разлучение с этим телом, выход из этого тела, выход за рамки этого тела, преодоление телесности является делом духовным и неким возвышением, как душа, как птица, освободившаяся из клетки, так и душа, освободившаяся от тела. Но вот здесь апостол Павел поясняет, что речь идет не о тленном теле, не о том, которое носим мы сейчас с вами, а о теле нетленном. Теле сильном, а не немощном. Теле духовном, а не душевном. Но что значит духовное, душевное тело? Душевное, духовное в православном богословии, конечно, отличаются друг от друга, эти два понятия. И душевное чаще всего отождествляется с неким таким чувственным, может быть, даже не весьма хорошим эпитетом. Именуются душевные порывы человека, в отличие от духовных. Не будем сейчас в подробности вдаваться дихотомии и трихотомии, учении о двухсоставности и трехсоставности человека. Но явно здесь речь идет не о том, что мы восстаним бестелесными. Господь Иисус Христос по Своему воскресенье говорит апостолам и предлагает им себя осязать, потому что дух не имеет плоти, дух не питается, а Христос по Своему воскресенье садился с апостолами вместе за трапезу, ел вместе с ними. В то же время его тело обладало особенными характеристиками, которыми не обладает ни одно наше с вами тело. Христос мог войти в помещение дверем затворенным, мог быть видимым и невидимым, имел полную свободу выражения. В отличие от телесности до его воскресения. Святые отцы древности, так и современные святые отцы, отождествляют тело воскресшего Господа Иисуса Христа с теми телами, которые мы будем обладать после воскресения измертвых. Поэтому духовный тот, который предназначен для неба, душевный тот, который предназначен здесь, для земли. И на самом деле это далее поясняется по ходу послания. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Возможно, здесь апостол Павел имел в виду то, что человек рождается душевным. Человек рождается нацеленным именно на существование здесь, на земле. Но через рождение свыше, через крещение, через веру в Иисуса Христа он рождается духовно и становится гражданином неба. Притом первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Греческий текст возможно перевести еще «да будем носить и образ небесного». Здесь некое такое пожелание, некий призыв вести жизнь отличную от той, которая, по нашему выражению, чисто человеческая. «Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Итак, действительно, тленное тело не может наследовать нетленное Царство Божие. Они не соответствуют друг другу. Поэтому, когда придет Господь наш Иисус Христос во славе, то ряд людей не увидит смерти, но изменятся тут же, тотчас же, в мгновение. Станут совсем другими, духовными и возможными для вхождения в Царство Божие. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется написанное «Поглощена смерть победою». И дальше апостол Павел приводит замечательные стихи, которые впоследствии мы будем видеть у ряда святых отцов, и в том числе у Иоанна Златоустого в его слове на Святую Пасху. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Итак, апостол Павел здесь подводит некий итог своему рассуждению. Дело в том, что вера человека, правильная, истинная вера, она очень важна для спасения нашей души. Еще в Ветхом Завете было написано, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всею душею, твоей все мысли, твоей всем помышлением, твоей всею крепостью, твоей и ближнего, как самого себя». Эту перефразировку Ветхозаветного закона предлагает Господь наш Иисус Христос. Так вот, «Полюби Бога всем сердцем». Сердце отождествляется в еврейских текстах с мыслительным процессом, с разумом. Иными словами, «Полюби Бога мозгами». Чтобы полюбить Бога разумом, необходимо стараться быть твердым в своей вере, четко воспринимать ее, четко осознавать ее. Если мы с вами сегодня не имеем возможности погрузиться в догматику церкви, не имеем возможности изучить подробно Писание, то стоит озаботиться этим вопросом. Потому что это необходимая часть нашего спасения. Это необходимая часть для того, чтобы всем своим существом служить Богу. Чего я всем вам желаю. Продолжение следует...